От банка кредиты брать, это просто нужно быть немножко сумасшедшим, потому что самые большие процентные ставки в Украине, 45%, такого в Европе нигде нету, это просто сумасшедший дом. Субтитры делал DimaTorzok И вот ситуация, допустим, вы узнаете, что у вашего жениха дом или квартира в ипотеку, под большой процент. Вы будете чувствовать себя с ним в безопасности финансовой? Я не буду с таким человеком. То есть, если вы узнаете, то вы даже можете отказаться от свадьбы? Ну да. Если он плохо зарабатывает, взял кредит, так, мама, чтобы помогла, папа, чтобы помогла, но я, наверное, еще пять раз подумаю, связываться ли мне с таким человеком. Вы даже сможете отнить свадьбу из-за этого, да? Нет, я просто, ну, вряд ли свяжусь с таким человеком, мне как бы уже не 20 лет, я бы уже подумала, прежде чем связывать мужчину, ну, с таким мужчиной, с брачными мусами. Ну, все зависит от человека. Если он мне внушает доверие, то это не имеет значения. И в ипотеке у него, или в кредите, квартира, ровным счетом. Для меня это не критерий. В общем, мы не были бы в долгах, мы бы эти долги быстро закрыли. С кредитом и покончили. Ни в коем случае не нужно брать кредиты под процентные ставки. Это просто, это, это нереально глупо. Не надо этого делать. Рассрочка. Я вот просто единственный, почему взяла кредит, это потому, что от застройщика абсолютно без переплат. Более выгодные условия, да? Конечно, 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 да. А так, только рассрочки, только на, есть оплата частями, я сейчас знаю. Вот, оплата частями тоже это выгодно. Но там самое главное, не забыть вовремя погасить свой платеж, чтобы не было переплат. Опять же, это сделано на ответственных людей. Чем человек ответственный, чем меньше он переплачивает. Поэтому будьте бдительны. Нет. А вы сможете там даже отменить свадьбу из-за того, что узнаете это? Я бы, скорее всего, даже не отменила свадьбу, а попыталась сделать все, чтобы мы поскорее выплатили эту ипотеку. Где-то одолжить денег у друзей, у знакомых, переодолжить у кого-то, но чтобы закрыть вот этот кредит в банке. Потому что тот человек, который образованный, он знает, сколько потом он переплатит в итоге. Как вы думаете, какой процент украинцев покупают квартиры, машины в кредит, а какой процент за наличные средства? Если честно, никогда не задумывалась. Ну, думаю, за наличку больше, чем кредит. Я думаю, что сейчас небольшой процент вообще покупают квартиры. Если за наличные это те люди, у которых были свои сбережения, ну, это где-то процентов, наверное, 15. А за наличные, я думаю, что если и берут, то, наверное, в кредит. Потому что все равно деньги были вложены в какие-то инвестиции. А вообще, я бы сказала, что сейчас уровень покупки недвижимости чуть упал. По сравнению с прошлым годом или, если сравнить, года 2-3 назад. Мне тяжело сказать, я, в принципе, с этим вопросом никогда не сталкивалась. Я не кредит покупала, просто как бы по наследству. Ну, в принципе, достаточно много кредит берут. Я думаю, процентов 70-80 кредит. И, кстати, я только что ехала в маршрутке и думала, взять ли мне кредит на машину. Но я думаю, у меня кредит на квартиру, и я еле свожу счета с счетами. Поэтому кредит на машину я возьму, наверное, в пенсии. Поэтому, наверное, больше процентов 80 все берут в кредит. Процентов 20-30, а в кредит, ну, процентов 50, наверное, людей, которые ездят на автомобиле. А с чем это связано, вот как думаете? С низким качеством жизни, с безработицей или с малыми доходами. Скажите, может быть, вы или у ваших знакомых есть квартира в ипотеку? Нет, таким вообще не пользуемся, я категорически этого против. Мне кажется, это очень небезопасно в нашей стране. У вас, я так поняла, квартира в кредит. Да. И вы выплатили этот кредит? Еще не выплатила, очень много еще платить. А процентная ставка большая получается? А это кредит от застройщика, рассрочка, но там получаются очень большие платежи, очень большие. И вы пошли на это, вы не боялись там, как-то что, кинут или что-то еще? Я не боялась только по одной причине, потому что я сама себя не дам кинуть. Есть даже, ну не в ипотеку, а вот это были договоренности с застройщиком просто под 5% там, допустим, годовых на сумму долга. И все. Ну, как бы есть до конца строительства. Это те, которые влаживали деньги в первичное жилье. Да, есть. И как, не боялись там оформлять? Кредит, да. Ну, как не боялись. Это было раньше, была более стабильная ситуация в стране. Ну, по-моему, 10 лет выплачивали и выплатили. И все нормально, да? Ну, да. А процентная ставка была как больше от стоимости квартиры? Да, да. Но переплатили, да. Ну, именно какой там процент, я же не в курсе, но сказали, что переплатили прилично. Нет, я этим не владею. Как вы относитесь к покупке другим вещам в кредит? То есть, ну, не квартира, не машина, а там, допустим, вещи, косметика, телефон. Ну, если это дорогостоящая техника, я сама этим пользуюсь, потому что у меня нет наличных денег, и их не могу собрать. Инфляция все съедает, поэтому, конечно же, кредит. Отрицательно. Ну, если там нужно что-то там срочное, там, холодильник сгорел или стиральная машина, ну, тогда, да, тогда, да, конечно. Нет, мелкая тоже никогда не покупала, заработала, купила. So, guys, were you surprised to see our ladies do not want getting into debts for flats or cars? You see, in American culture, like, people buy everything in credit, and it's okay, because you have good conditions, good percentage, yeah, for you, and, of course, you have security. Unlike in Ukraine, we have very high percentage rates, and we have really specific and strange terms and conditions, especially if you get your credit in the bank. Bottom line, Ukrainians are very afraid of credit and mortgages. We feel not safe and secure when we make a deal with the bank. And I hope, guys, you understand that for women, the most important is to feel safe and secure with her men. So, guys, I hope now you understand our Slavic mentality about debt, and make some notes, please, because it is very important for your relationship with your beautiful Ukrainian woman. Guys, please don't forget to subscribe to our channel, simply clicking on the subscribe button lower right under this video. And, of course, click on notification bell button to not miss our new videos, which we are doing for you every Saturday and Sunday at 10 a.m. Eastern time. And, guys, please, put some likes and comments. It really motivates me to shoot more and more videos for you. Thank you that you were with me today, and have a great day. Bye. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her? Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes, until you find the one. Ukraine, a lost world of beautiful traditional women. At last, a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google, simply by searching Match Guarantee Reviews. Q&A The